Девушки отдыхают Позвольте мне, господин, не наклоняйтесь Вот видишь, Латиф, я даже часы нацепить не могу Мне трудно даже наклониться И жизнь меня испытывает Господин, не мне судить о ваших решениях, но вы уверены Вы отстранились от работы по состоянию здоровья Я не хочу, чтобы вы опять занимались проблемами Не надо, господин А что я могу поделать, Латиф? Что? Как ни кручу Ничего не получается Предательство семьи Стало для меня хуже, чем предательство моего тела Только прошу Никого не жалей, все заплатят за свои поступки Да, только к Сейран отнесись, не сходите Вы переживаете, что она уйдет? Наоборот Вчера я в первый раз понял, что она не сможет бросить мужа и уйти Она так смело встала передо мной, и ее глаза сверкали от гнева Она так защищала свой брак И у меня появилась надежда, Латиф Впервые после смерти моей жены и спустя столько лет Она станет достойной хозяйкой этого особняка Господин Ты не ослышался, Латиф Ты не ослышался Доверяю Сейран тебе Займись ею Поддерживай ее Только не ограничивай и не дави на нее Это мое напутствие тебе Не важно, буду я или нет Но ни с кем не делись своей властью до тех пор, пока не сделаешь Сейран хозяйкой этого особняка Как прикажете, господин? А теперь иди и разбуди Феррита Он тоже поедет с нами и будет работать в компании Посмотрим, справится ли он с настоящей ответственностью Я не сомневаюсь, господин Феррите Но... Ты имеешь в виду Архана и Фуата, да? Я тоже целый день думал об этом Если уж я выбрал Сейран хозяйкой дома Мне нужно посмотреть Способен ли Феррит справиться со всеми делами Иди Хорошо, господин Остальных тоже разбуди Сначала пойдем на намаз и помолимся А потом поедем в компанию Как скажете, господин Продолжение следует...